Дорогие друзья, начинаем нашу детскую страничку в передаче. Со мной вместе мои помощники, это Алёша и Агата. А кто у нас в гостях из животных? Это хамелеон. Ну, это всем понятно, что это хамелеон. А какой, я тебе скажу по секрету, еминский? А это домашняя птица. Называется индюк или индейка. Индюк это он, а индейка она. Ну, сейчас вы видите, что, конечно, это индюк, самец. Когда индюк хочет произвести впечатление на самых, он исполняет танец. Голову он закидывает назад, хвост распускает, крылья вниз и так ходят вокруг индюшек. Даже домашние индюки, они не забыли, как летать. Если не подрезать крылья, то они могут запросто улететь из двора. Эти птицы замечательные. Самцы значительно крупнее самок. У самца вес бывает до 15 килограммов. Ну, самка около 10 килограммов и не такая красивая. Ну, конечно, условно красивая. Шея голая такая, нарос над клювом. Вид, конечно, так себе. Не каждый захотел бы так выглядеть. Но он считает себя красивым. Ты мой хорош. Поднимись, 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 поднимись. О, такой ты у нас большой. Вот какой индюк из себя. Да, ну, посмотри на меня. Вот такой хороший. Смотри, какие ноги мощные. Вообще хамелеон удивительное существо. Ну, в принципе, похоже на ящерицу, правда? Но среди ящериц они настолько особенные, что их выделяют совершенно особую группу. У них столько особенностей. Ну, прежде всего, конечно, даже по строению мозга оказалось, что они превосходят всех змей и ящериц. И у них мозг больше похож на птичий. Что уже для них большой успех, правда? А почему? Да потому что так много задач у этого мозга. Хамелеон умеет смотреть разные стороны. Просто его глаз поворачивается независимо от другого. Человек так не может. У хамелеона очень длинный язык. Длиннее его самого. Он высовывает свой язык и ловит насекомых. У него на языке, как бы сказать, присоски. И он так прилипается к насекомому. И он ест его. А еще интересно, у них своеобразный танец есть. Вот он сядет на веточке и начинает вот так покачиваться со стороны в сторону. Вот покачивается. Некоторые думают, что это чтобы показать своим соседям, что он здесь. А иногда это, я вот заметил, подходишь, его не видно совершенно. И вдруг ты заметил хамелеона, а он в свое время смотрит на тебя, знает, что враг, ну он считает нас врагами, враг хищник заметил. И он начинает вот так вот покачиваться, знаете для чего? Чтобы вам показалось, что это зеленый листочек, который качается под дуновение ветра. Вот так, знаете, обманывает нас, пытается обманывать. У хамелеона на лапах клешни не просто так. И мне очень удобно хвататься за веточки. Ведь он очень любит жить в кустах. Кстати, хвостом он неплохо цепляется. Изменение цвета у него идет за счет того, что под кожей находятся клетки хроматофоры. Там, например, синий цвет, там красный и желтый. В зависимости от того, какой цвет клетки расширяется, ну, синяя клетка расширяется, красная расширяется, желтая, вот этот зеленый цвет может меняться на красный, желтый, синий. И они могут быть очень разными. Причем это не только и не столько для того, чтобы скрыться от кого-то, а чтобы, наоборот, напугать. Когда он становится здесь красным, синим, желтым, просто даже страшно его склюнуть кому-нибудь. Такой способ отпухивания. У хамелеона, когда у него меняется настроение, меняется цвет кожи. А у индюка, когда настроение меняется, у него меняется цвет нароста. А, вот на шее и на голове, да, такой, то синий, то красный. Украшение на шее индюка называйте кораллы. А, вот это вот, кораллы, ну, какое красивое слово. Индюк, думает, из Индии, нет, индюк из Центральной Америки. Ой, да что ж ты меня-то, я не лук. Ну, колове, вот так вот. На самом деле, когда Колумб приплыл в Америку, как вы помните, да, так можете представить, что он-то был уверен, что он куда приплыл, знаете, в Индию. Поэтому такую птицу сразу назвали индейская птица. И даже местных жителей до сих пор зовут индейцами, правда? И назвали индюк, индюшка, индейка, как хотите. Это все, значит, как будто бы птица из Индии. На самом деле, птица из Америки. Но самое еще забавное, в Америке их зовут турецкими птицами. Так и называется по-английски turkey. Именно этих индюков и индюшек в Америке разводили и торговали ими купцы из Турции. Турки. Птица, которую мы купили у турок. Ну, значит, турецкая птица. А вот что у тебя за яйцо в руке-то? Ого, откуда взялось? И у агаты тоже. Ну-ка, покажите нашим зрителям. Ну-ка. Вот, это что такое? Это вот, не думайте, что это индюк сейчас снес. Это вот его индюшки, пока он здесь выступает, снесли ему такие яички, их принесли. Смотрите, вот такого размера. Больше куриного, правда? Раза в два. Индюшки могут предсказывать погоду. Когда начинается инастия, они начинают чесать свои перышки. Ты не чеши свои перья, я тебе покажу сейчас. Ну, друзья мои, вы сейчас уже покормили наших питомцев, но покормили индюка. У вас есть чем перекусить, а я пойду расскажу нашим зрителям что-нибудь о здоровом питании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!